О главных новостях Украины и мира узнаете в подробности, а в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Рада, обещаниями полна. В парламенте в который раз грозят сменить членов Центра сберкома. Нашли ли фракции компромисс? Выйти или игнорировать? Трамп намерен вывести США из Всемирной торговой организации. К чему это может привести? Буковинский потоп из-за ливня и нескольких населенных пунктов Черновицкой области затопило. Какие убытки нанесла непогода? Не дошли у берегов Мальты, задержали судно с ливийскими беженцами. Почему и чем миграционный кризис может обернуться для Германии? Чем ближе отпуск, тем больше планов. В изменении в закон об антикурсуде новый состав Центра сберкома, назначение судей Конституционного суда и традиционно снятие неприкосновенности. Это только половина планов нардепов на ближайшие две недели. По кадровым вопросам собираются голосовать четверг. Удастся ли до каникул принять все законопроекты и как настроены депутаты, расскажет Ксения Барвиненко. Чтобы определиться с новыми членами Центра сберкома, глава парламента дал депутатам месяц. 1 июля истек срок консультаций внутри фракций. С первым вопросом стоит вопрос Центральной выборной комиссии. Я месяц назад на консультациях с главой фракции сказал, что я могу ждать до 1 июля, чтобы глава фракции между собой угодили. Порядок голосования. И тоже отметил, что если до 1 июля консультации не будут завершены, мне придется вносить порядок данной сессии, поскольку ЦВК должен быть создан. Но вот договорились ли нардепы по всем кандидатам, станет известно в четверг. Мы вітаем, что первым вопросом в четверг будет расследоваться оновление склада Центральной выборной комиссии. Мы еще раз надеемся, что за эти три дни до расследования этого вопроса, какие фракции не передумают голосовать за то, что они уже неодноразово обещали своим выборцам. Также закликаем всех проголосовать в четверг и за призначение судов Конституционного суда. ЦВК нужно создавать. Я надеюсь, что в следующем году оно будет создать. Для этого нет никаких переговорений. Поэтому очень важно, чтобы эта игра была на пользу качества работы ЦВК. До сегодняшнего дня неизначено, как будут заполнены посады, когда на них есть больше претендентов, а не посад. Эта игра продолжается и, на превеликий жаль, является таким олигархическим шантажем один в один. Поэтому будем сподіваться, что это будет все гаразд. В очередной раз говорили и о снятии неприкосновенности. В этом вопросе нардепы едины, обещают голосовать за. Главный вопрос – когда именно? Уже на этой пленарной сессии 226 голосами попередно угодимы эти изменения. И уже на следующей сессии перед обществом, как каждая фракция, каждая партия, которая шла в Верховную Раду и обещала сняти депутатство на дотроканность, наконец, сделаем это заговоренное вопрос. Президент не просто про это говорил, он внис законопроект. И для того, чтобы депутаты не боялись, пропонует внести его, который вступит в действие уже для следующей каденции народных депутатов. Я думаю, что тут нужно как раз не нашкодить. Наша фракция будет голосовать за этот законопроект, за снятие недотроканности. Но мы ждем выяснений, так же, как по президентскому законопроекту, так же, как по законопроекту, который внесли целый ряд депутатов, чтобы отсрочка по снятию недотроканности была перенесена не на наступное скликание, а началась дойти с момента подписания этой нормы президентом Украины. А вот в оппозиции предлагают обратить внимание на социальные вопросы. В частности, требуют срочно принять законопроекты о выплатах задолженности шахтерам и дать возможность переселенцам голосовать. С могоспелкувания в местах и областях минулого тижня я почувствовал от людей много пропозиций, желаний, которые полностью отличаются от того, чем занимается парламент. Немного слова я прочувствовал про необходимость антикоррупционного суду или закону про нацбезпеку, но все желания торкались. Тарифы, уменьшение цен, выделение субсидий, прекращение войны – это то, что требуют люди. Первое, это законопроект 8362 по смене для бюджета, для того, чтобы выплатить заборгованность по зарплате шахтерам. Второе, закон 4471 по возможности голосования переселенцев, их 1,5 миллиона в крае, по месту, где они сейчас живут. Потому что сегодня они избавлены права голосовать. Также нардепы требуют пересчитать пенсии и не только военным или бывшим правоохранителям. Сегодня мы последние в рейтинге за покупательной способностью пенсии. Сегодня мы первые, к сожалению, в рейтинге за нищетой среди пенсионеров. Это мировые показатели, это мировые итоги нашей так называемой деятельности по защите пенсионеров. Я глубоко убежден, минимальная пенсия должна быть не ниже 5000 гривен. Средняя пенсия в стране должна быть в пределах 10-9 тысяч гривен. Я снова наполягаю на том, чтобы уряд внес до парламента смены до бюджета, про подвищение заработной платы и минимальный, как наследок, средний зарплат по краю. Про перерахунок пенсии. Найбільш нужденны сегодня, это колишні колгоспники, великий трудовий старшка, печальные пенсии. Говорили в парламенте и об украинских политзаключенных. Нардепы уверены, чтобы ускорить процесс освобождения украинцев, нужно усилить давление на Россию. Спроби звільнити Олега Занцова и других украинцев шляхом переговоров, на жаль, пока без результатов. Путин дожитает серьезных поступков от Украины и Захода в торгу за жизнь украинских заручников. Народный фронт уверен, что главные инструменты звольнения украинских заручников – это экономический и международный тиск на Россию. Вы знаете, главная мета была моей поездки, чтобы на выполнение предложения, которое мне дал президент Украины Петро Порошенко, после договора с президентом Российской Федерации, все же таки, довести до наших политвязников, что мы поклонимся на них, что мы боремся за них. Поэтому я продолжаю свою работу, буду наполягать, что все же таки российская страна заработала любую самую, мы любую поддержку дорожную карту, карту, что до визитов. Дуже важно, что весь мир еще раз увидел, в том числе, на передовой саммите Украины и ЕС, где будут обговориваться вопросы про лангации санкций против Российской Федерации, за невыконание умов Минска, увидим невменяемость Кремля. Потому что не можно назвать невменяемым, знаете, вот эту тактику, заговоривание, затягивание, это просто антигуманная позиция, антилюдская. И, конечно, мы будем продолжать делать все для того, чтобы ее среонировать. Уже до конца этой сессии в парламенте могут внести изменения и в закон об антикорсуде. Ранее парламент принял документ в редакции, которая не устроила МВФ. Председатель Верховной Рады предложил внести поправку при голосовании во втором чтении по техническому законопроекту о судоустройстве и статусе судей. Впрочем, когда этот проект появится в повестке дня, пока неизвестно. Ксения Барбиненко, Иван Ермаков, Владимир Дедов. Подробности. Телеканал Интер. Киев должен определить четкие приоритеты по выполнению ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хюгмин Гарелли. Он встречался с первым вице-спикером Верховной Рады Ириной Герасченко, омбудсменом Людмилой Денисовой и послами государств Евросоюза. Политик назвал секторы, в которых уже удалось приблизиться к законодательству ЕС. Это в частности транспорт, таможня и налогообложение. Но для полного успеха в течение следующих двух месяцев нужно выполнить еще ряд требований Брюсселя. Мы считаем, что будущее отношение между Украиной и ЕС зависит от применения, выполнения условий соглашения об ассоциации. Киеву нужно установить четкий перечень приоритетов истребований и добиться того, чтобы отдельные министерства эффективно выполняли свою функцию по подготовке необходимых законопроектов, принятия которых требует соглашения. Также необходимо наладить координацию между правительством и парламентом, коммуницировать, в чем заключается задача и суть этого соглашения об ассоциации, и что она принесет народу Украины. На саммите Украины ЕС и саммите Украины НАТО будут рассматриваться вопросы безопасности и невыконания России, именно Минских угод. И поэтому я закликаю поддерживать Украину и президента Украины, что до приоритетности безопасных и гуманитарных вопросов. Мы просим вас вернуться к Путина с закликом, звернувшись всех политвязников, всех заручников. И закликаем сейчас, что это нужно не только Олега Синцова, а всех бранцов Кремля. Я очень благодарю вам за поддержку Украины и украинцев. Действительно, политвязники Кремля и украинские заручники на оккупированных территориях должны чувствовать, что Украина за них борется. Что Украина использует все возможные заходы и методы. Я хочу наголосить, что все эти годы, пока украинские политвязники находятся в тюрьмах Российской Федерации, мы идем по кольким трекам за для их освободения. Обстрелы боевиков на Донбассе продолжаются, несмотря на объявленное перемирие. Сегодня противник нарушал режим тишины уже восемь раз. Огонь по украинским позициям открывали на Луганском направлении, а также под Мариуполем и в районе Светлодарской дуги. Подробнее о ситуации на передовой расскажет наш военкор Ирина Баглай. Это осколок снаряда 152-мм гаубицы, которая прилетела со стороны оккупированной Горловки. Снаряд был что с гаубицей, потому что мы видим, что он вылетал из нарисной, а не латкоствольной гармати. То есть это гаубицы, потому что мы видим, что нарисы, которые пошли. Не разорвался он полностью. Я думаю, это был, скорее всего, дефект самого снаряда. И разрывов таких снарядов военные насчитали более десятка. Столько же боевики одновременно выпустили и мин. К выходу из гаубицы сразу пришел приход с миномета, что было для нас очень неочекованно и неприятно, потому что мы не слышали самого полета самой мин, потому что тут много шума, больше делает снаряд. Это же первый день перемирия. За несколько часов до оглашения хлебного перемирия здесь был целый дом. Стены, крыша, но уже на рассвете боевики открыли арт-огонь, и большинство снарядов выпустили именно по домам села Зайцевого. Ивану, который хорошо знает расположение боевиков и их огневых точек, легко определить, откуда прилетел снаряд под этот дом. Артиллерия била из Горловки, а вот минометы из-за больницы на оккупированной части Зайцева. И по характеру ведения огня несложно распознать, кто расстреливает село. Подготовлены артиллеристы чужаки. По данной кучности, мы видим, что практически 3-5 метров воронка от воронки. То есть мы можем понять, что это стреляли не шахтеры, не дилетанты, а профессиональные войсками. Снаряды разбивают дома. Укрепления осколки, предназначенные для поражения людей, разлетаются на площади до 400 квадратных метров. Если от самохитных артиллерийских установок характерный осколок, что он рвется подовгостый такой и завжди загостренный. То есть он как пилка. После этого арт-обстрела, говорят бойцы, противник лишь время от времени простреливает их позиции. Если вражеская артиллерия молчит, то снайперы наемников продолжают охотиться на пехотинцев, вначале открывая провокационный огонь. Я чаще всего еще сейчас стреляю, но бывают себе и в бою происходят выстрелы. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. С погибшим на Донбассе героям сегодня простились в Черкассах. Боец 72-й бригады Геннадий Немцов получил смертельное ранение в день Конституции 28 июня. Его подразделение защищает позиции на Светлодарской дуге. Станислав Кухарчук продолжит. Это позиции легендарной 72-й бригады черных запорожцев на так называемой Светлодарской дуге. Боевики на этом направлении весь июнь не давали нашим ребятам ни минуты покоя. Ожесточенные бои развернулись здесь накануне дня Конституции. Сегодня в Черкассах траур. Город прощается со старшим сержантом 72-й бригады Геннадием Немцовым. Он погиб во время ожесточенного боя в ночь на 29 июня, рассказывает его побратим Артем. Мужчина едва сдерживает слезы, ведь товарищ фактически умер у него на руках. Каждый день идут бои, притом тяжелые бои. Вот так все и произошло. Был он у нас универсальным солдатом, потому что кроме Гены лучше никто не разбирался в вооружении и вообще в боевых действиях. Для Геннадия это была вторая поездка на фронт. В первый раз он ушел в 2015-м вслед за сыном. Тогда больше года воевал в составе 128-й горно-пехотной бригады. В апреле Геннадий решил подписать контракт. В 72-й бригаде сержант был оператором автоматического гранатомета. В день гибели Геннадия Немцова Украина потеряла еще двух героев. Проститься с Геннадием Немцовым сегодня пришли сотни людей. Казалось, очередь желающих отдать дань памяти никогда не кончится. Кто-то крестился, кто-то отдавал честь, а кто-то просто плакал. У Геннадия осталась семья. Старенькая мама, жена и двое детей. Дочь и сын. Незадолго до гибели он успел стать дедушкой. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы. Новый скандал в Америке. В руки журналистов попал законопроект, принятие которого фактически будет означать выход страны из Всемирной торговой организации. К чему это приведет и чего на самом деле добивается Трамп, выяснял в Вашингтоне Дмитрий Анопченко. Что не день, то очередной скандал. В этот раз прессу взволновали планы Дональда Трампа игнорировать требования Всемирной торговой организации. По сути, единственного арбитра в спорах между странами, выводы которого могли бы остановить торговую войну США и Европы. Пресса выяснила, команда президента разрабатывает законопроект, который позволит Вашингтону не выполнять предписания ВТО. Черновик документа попал в руки журналистов. В документе содержатся нормы о том, что президент может самостоятельно вводить новые пошлины, не спрашивая Конгресс, а еще позволение игнорировать базовые принципы Всемирной торговой организации, в случае, если они противоречат американским национальным интересам. Об этом законе в Капитолии сказали. Если его примут, это будет означать, по сути, выход страны из ВТО, даже если формально Америка будет в ней оставаться. Масло в огонь подлили опубликованные в минувшие выходные статьи. Сотрудники Белого дома якобы слышали разговоры президента. Дескать, почему бы стране вообще из ВТО не выйти? И хотя официально эти сообщения опровергли, появление законопроекта только подтвердило, слишком многое из того, что называют фейк-ньюс, на самом деле реальные планы. Просто их разглашения никто не хочет. Об этой ситуации сегодня много пишет пресса и намекает, что, возможно, законопроект специально слили журналистам, чтобы и ВТО заставить быть позговорчивее, и европейским партнерам намекнуть, мол, у вас не получится найти на нас управу, лучше с нами договариваться. При этом многие здесь понимают, Трамп в принципе борется не против ВТО, Евросоюза или Китая, а за интересы той части Америки, которая за него голосовала. И это не соперничество, а просто попытка любой ценой разрулить те вопросы, которые он обещал решить, баллотируясь. Даже если это бьет по союзникам США или в целом по мировой системе сдержек и противовесов. И если до разрыва с ВТО действительно дойдет, президент перед этим не остановится. Но и сопротивление в Конгрессе будет жестким, как никогда. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Для полного ядерного разоружения Северной Кореи понадобится около года. А потом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. По его словам, если КНДР примет принципиальное решение, то процесс пойдет быстро. Напомню, по результатам встречи в Сингапуре, Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ым подписали документ, в котором указано, Северная Корея отказывается от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от США. Если Северная Корея уже приняла стратегическое решение и настроена на сотрудничество, мы можем продвигаться очень быстро. Физически мы сможем уничтожить подавляющую часть их программ в течение года. В аэропорт Джуляны прибыл первый из пяти рейсов с застрявшими в Тунисе украинскими туристами. Авиакомпания Браво выбилась из графика пять дней назад. Всему виной объясняет руководство долг турфирмы Оазис Тревел перед их компанией. Это около миллиона долларов. Заложниками бизнес-конфликта только в Тунисе стали 850 украинцев. Авиакомпания Браво согласилась отправить туристов домой за свой счет, а в Мининфраструктуре заявили, что будут требовать от Генпрокуратуры открыть уголовное дело против должника. О том, как скоро остальные украинцы вернутся домой, нам рассказал начальник управления конструктского обеспечения МИДа Василий Кирилевич. Станом на 2 липня в Тунисе остается приблизительно 680 пассажиров. И вывезение украинцев из Тунису, а это планируется 5 лета, планируется сделать 2-3 липня этого года. Первый рейс этих 5 лета отбыл о 13.20. Второй планируется о 20.30. И еще один из них, за передней информацией, о 5-й године ранку. А больше сотни украинских туристов в Албании все еще ждут вылета домой. В аэропорту Тирана они находятся уже почти сутки, без еды и воды, многие с детьми. Туры заказывали в агентстве ТПГ. Самолет должна была предоставить также авиакомпания Браво. В соцсетях родственники пишут, что информации практически нет. В аэропорт люди приехали вчера вечером, прошли таможнюю регистрацию. Как только она завершилась, им сообщили, что рейс переносится. Время вылета меняли каждые полчаса. Версии задержки называли разные. От неисправности самолета до забастовки пилотов. Сегодня утром украинцам предложили отдохнуть в гостинице, но большинству отказались и по-прежнему ждут вылета в аэропорту. Непогода не отступает. Черновицкая область из-за обильных ливней подтоплены несколько населенных пунктов. В некоторых местах вода сносила все на своем пути. О последствиях стихии расскажет Ольга Паламарюк. Небольшое село Лунка в Герцаевском районе. Именно оно больше всех пострадало от проливных дождей. Уровень воды в реке поднялся как минимум на 3,5 метра. Затопило дорогу, потоками снесло часть моста. А вот кто не нарадуется высокой воде, так это местные ребятишки. Сидя на берегу, они наблюдают за волнами. Вместе с ними за происходящим следит и Сергей. У него сегодня незапланированный выходной. Мужчина работает в соседнем селе, на работу добирается по этому мосту. Но после ливня проехать здесь нереально. Снесло мост и в Староженецком районе. Буквально отрезанное от мира осталась группа грибников. Выбраться им помогали и спасатели, и лесники. Непогода наделала беды по всей области. Повалены два десятка деревьев, потоплены частные хозяйства, подвалы и колодцы. Без света остались полсотни сел в четырех районах. Подразделы, Державная служба Украины залучались. 170 человек особого склада, 52 одиницы техники. Потоплено порядка десяти присоединенных дел. Несчастных выпадков не было. Пока спецслужбы ликвидируют последствия непогоды, чиновники подсчитывают убытки и следят за прогнозами погоды. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновицкая область. Криминальный авторитет, подозреваемый в совершении аварии в Прикарпатье, сам явился в полицию. Накануне возле Коломэя БМВ столкнулась с Део Ланосом. Водитель последнего погиб на месте. Как все произошло и что нового рассказали свидетели, расскажут мои коллеги. Все произошло в поселке Атыния. БМВ ехал из Коломыни в сторону Ивана Франковска на высокой скорости. Обгоняя очередь машин, иномарка вылетела на встречную полосу. В это время Део Ланос, который двигался впереди, как раз начал поворачивать налево. Машины столкнулись. Мы выбегли уже, как это стало. Перевернута машина была, и та машина, там другая была, там вон, с той стороны в парконе. От удара Ланос сильно покорежила. В салоне заблокированными оказались водители и пассажир. Освобождали их прохожих с помощью ломов. Выломливали двери, чтобы выбрать того. Спочатку старались перевернуть машину. Выбирали в него, нога была притиснута, не могли его выбрать долгое время. Водитель Ланоса погиб на месте. Пассажира с многочисленными травмами доставили в областную больницу. По словам медиков, состояние парня тяжелое. У него перелом ключицы и кровоизлияние в мозг. Вы видите, что она уничтожена не только одна пивкуля, а две пивкули мозга. Эта травма достаточно в нейрохирургии одна из самых тяжких. Любовь Григорьевна, забор которой протаранила БМВ, в момент аварии была дома. Говорит, через окно видела, как водители и трое пассажиров выскочили из машины и скрылись. Вы уже видели, как не вышли. Подавились около машины, заглядали и перешли через сторону, через дорогу. Личность водителя БМВ уже установили. 33-летний Виктор Корягин, житель Ивана Франковска. В городе его знают как Валентиновского стрелка. Такое прозвище получил после происшествия в ночном клубе. В День Святого Валентина в 2013 он выстрелил в голову 18-летней девушки, игроку национальной сборной по женскому футболу. Спортсменка выжила. Корягина поймали через два месяца. Суд приговорил его к 10 годам заключения. Но Корягин почему-то отсидел только три и в 2016 вышел на свободу. На этот раз злоумышленник провел в бегах всего два дня. Водитель БМВ сегодня самостоятельно добровольно прибыл в ГУНП с заявкой о том, что он совершил данное ДТП. Будет решиваться вопрос о обороняемого запрещенного захода в выгоде держания под вартою. Сегодня на месте аварии люди продолжают нести святые свечи в память о погибшем односельчане, у которого осталась беременная жена. Жанна Дучек, Зиновий Аптанас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Предприятие Каховка Протеин Агро, которое почти полгода было заблокировано рейдерами, вскоре может возобновить свою работу. Сегодня не без поддержки общественных организаций туда смогли вернуться работники. В каком состоянии сейчас завод по производству сои, расскажут наши корреспонденты. Активисты нескольких общественных организаций почти неделю дежурят возле проходной завода, чтобы туда не вернулись рейдеры. Сегодня встречают первых рабочих. Те уже и не помнят, когда были здесь последний раз. Уже и трудно сказать. Из 150 человек персонала вернулась пока половина. Главная задача – навести порядок на предприятии после полугодичного простоя. В первую очередь нужно провести инвентаризацию, наладить вышедшее из строя оборудование. Впрочем, попасть сотрудникам на свои рабочие места удается не сразу. Поменяли замок, от которого ключа у нас не было. Пришлось поставить свой, от которого у нас ключ есть. Чем занимались представители фирмы рейдера, говорит главный механик завода, неизвестно. Инструменты пропали, а некоторое оборудование вообще использовали как мангал для шашлыков. Разводили костры здесь, когда на территории Гексан взрывопожароопасное производство. Душа болит за производство. Естественно, что каждый болтик-винтик тут, когда перебирал, старался, чтобы оно было в рабочем состоянии, когда видишь такое отношение к этому всему. Между тем, охранники, которых в свое время наняли рейдеры, все еще остаются на территории завода. Незаконно прикрываются постановлением ГПУ. Мы охраняем полностью весь объект, переданный на ответственность. Такой бумажки у вас нет. Общественники утверждают, данное постановление хозяйственный суд Херсона давно отменил. И показывают соответствующее решение. На территории соевого завода не должно быть другой охраны, кроме как каховка «Протеин Агро». На сегодняшний момент на территории находится охрана и другой организации, каховка «Пром Агро», которая должна просто покинуть эту территорию и не заходить. Напомню, конфликт вокруг соевого завода разгорелся еще в январе. Тогда фирма «Банкрот», прикрываясь постановлением Генпрокуратуры и вооруженными тетушками, захватила предприятие. Производство остановилось, коллектив остался без работы и денег. А собственникам пришлось отстаивать свои права в судах. Теперь же главное запустить завод, говорит замдиректора. Я думаю, что недели две нам нужно, чтобы привести все до ладу, а уже в зависимости от того, как пойдет серовина. Активисты общественных организаций, которые разбили свой лагерь возле проходной, пока не собираются его покидать. Будут следить, чтобы непрошенные гости снова не пожаловали на предприятие. Андрей Кровец, Леонид Аборин, подробности, телеканал «Интер». Забастовка под землей. Горняки шахты Нововолынская спустились в забой, но после окончания смены отказались подниматься на поверхность. Сейчас в шахте находится около 50 человек. Рабочие требуют денег. Они уже три месяца не получают зарплату. За это время задолженность достигла 10 миллионов гривен. Еще одно требование горняков – достроить шахту. Работы начались почти 30 лет назад, но до сих пор предприятия так и не ввели в эксплуатацию. Если шахтеров не услышат, они обещают перенести свой протест к зданию Верховной Рады. Не говорите уже про работу. Вимоги у нас очень простые. Перше – это погашение за борговлю, выплата поточной заработной платы. И самое главное, что их интересует нас – это наша подальшая доля. Вы выделите деньги на финансирование, на добудову шахты, которая уже на 85% избудована. Наши представители, которые в шахте, решаются нас настроены сидеть до конца и не выезжать, пока не будет решена наша проблема. Правительственный кризис в Германии обостряется. Оппонент Ангелы Меркель, министр внутренних дел, заявил, что уйдет в отставку. Он недоволен решениями на саммите Евросоюза в отношении мигрантов. Такое положение дел может означать очередные выборы в Германии. Елена Абрамович продолжит. Время для решения миграционной проблемы у немецкого канцлера исчерпано. Об этом сказал в воскресенье вечером ее оппонент Хорст Зеехот. Раскриптиковал последнее решение Евросоюза по мигрантам. И пообещал в течение трех суток покинет две свои должности, главы партии и министра внутренних дел. Правда, уже через несколько часов передумал и созвал пресс-конференцию. Ночью. Чтобы сообщить, отложил свое решение до разговора с канцлером. Я все объяснил руководству партии. Мы попытаемся еще раз поговорить, чтобы достичь согласия по ключевому вопросу. Это контроль границ и отказ на въезд в интересах нашей страны. От этого зависит дееспособность коалиции и правительства, которые мы хотим сохранить. Надеюсь, нам это удастся. Это акт доброй воли с моей стороны. Попытаться еще раз. Зея Хофер хочет добиться от Меркель запрета въезда для мигрантов, которые уже зарегистрированы в других странах. Канцлер против считает это несправедливым по отношению к другим странам ЕС, принимающим беженцев. На саммите на прошлой неделе лидер ЕС нашли компромисс размещать мигрантов в специальных центрах. Причем добровольно. В странах, которые на это согласны. Что нужно сделать сейчас, это понять, где и как мы можем обновить имеющиеся центры и создать новые. Кто готов этим заняться и кто в целом хочет проявить солидарность, включая и размещение мигрантов. Впрочем, с солидарностью пока проблемы. Польша, Венгрия и Чехия заявили, не подписывали никаких новых договоренностей о процедурах ускорения приема мигрантов. Хотя эти страны фигурируют в немецком правительственном документе, разосланном после саммита Евросоюза. Там в общей сложности 14 государств, которые поддержали идею добровольного переселения мигрантов. Однако подписали документ, похоже, из-за того, что принцип принуждения заменили на добровольное согласие. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Команда «Бросить якорь» мальтийские власти запретили двум судам, которые перевезли мигрантов, покидать порты Валеты. У экипажа якобы не было необходимых документов для спасения человеческих жизней. Подробности дали в материале. Судно «Лайфлайн» неправительственной организации из Германии скиталось в Средиземном море почти неделю. На борту находилось несколько сотен мигрантов, спасенных у Ливийского побережья. 22 июня итальянские власти задержали корабль для проверки юридического статуса. Но принять у себя отказались, спровоцировав международный дипломатический скандал. Не захотела принимать «Лайфлайн» также Испания. Только в конце прошлой недели судну разрешили войти в один из мальтийских портов. Судно «Лайфлайн» может перевозить максимум 50 человек, а сейчас на его борту 224 мигранта. Безответственно. Это крайне безответственно. Кроме перегруза, мальтийские власти нашли еще несколько нарушений на судне. Сегодня решением суда кораблю запретили покидать мальтийский порт. Капитана Клауса Петера Райша арестовали. Он якобы нарушил международное право, когда проигнорировал указания итальянских властей передать спасение мигрантов береговой охране Ливии. Позже капитана выпустили под залог в 10 тысяч евро. Ему запретили покидать остров и ночевать на корабле. Владельцев плавсредства обвиняют в несоответствии типа осуществляемой деятельности разрешением, которое есть у «Лайфлайна». Судно ходило под флагом Нидерландов. Мы продолжаем настаивать, что регистрация действительно, что документы судна в порядке, и мы предоставим все необходимые доказательства. Прокуратура требует конфисковать судно. Рассмотрение дела продолжат в четверг. Спасенных мигрантов согласилось принять 8 европейских стран. Также мальтийские власти запретили покидать валету еще одному кораблю неправительственной организации, которая занимается доставкой нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии в европейские порты «Си-Уач». Виталия Кушмирук, Ирина Иванова, подробности телеканал «Интер». В Великобритании готовятся к похоронам ее величества Елизаветы II. Королева жива, так почему же репетицию смерти провели сейчас и втайне от публики, расскажет наш корреспондент в Лондоне Светлана Чернецкая. На прошлой неделе Букингемский дворец сообщил о плохом самочувствии ее величества. Дескать, ничего серьезного, не здоровится из-за погоды. Королеве даже пришлось пропустить утреннюю службу в соборе святого Павла. Елизавете II, 92 года, она самая старшая из всех монархов мира. И понятно, что рано или поздно это случится. В этом случае предусмотрен специальный протокол действий. В стране начнется 10-дневный траур и каждый день после смерти ее величества расписан поминутно. Чтобы не упустить ни одной детали, провести все идеальные репетиции похорон королевы проводят 2-3 раза в год. Но впервые на секретные мероприятия пригласили ключевых политиков. В этот раз акцент сделали на операции под кодовым названием «Голубка из замка». Так обозначает первый день после ухода ее величества. Ключевые министры и сотрудники дворца обсудили публичные шаги правительства. О смерти королевы сообщит премьер-министр в утреннем обращении к нации. И в этот же день страна получит нового монарха. Королем станет Чарльз, старший сын Елизаветы II. В отличие от матери, принц Чарльз далеко не так популярен среди британцев. Когда Елизавета еще была принцессой, а ее отец королем, ее обожали. Ей были буквально одержимы. Ее популярность все время росла. А вот Чарльз будто переходное звено ко всеми обожаемому принцу Уильяму. И это не может не волновать королеву. К репетициям похорон ее величества отношения более чем серьезные. В британской истории неоднократно случались оплошности на самых важных церемониях. Например, во время коронации Виктории священники выступали с неподготовленными проповедями. Хор пел в разнобой, а ювелиры сделали кольцо не для того пальца. В случае смерти любимого монарха никаких ошибок быть не должно. Просчитывают каждую деталь. Сколько времени займет транспортировка тела до Восьминстерского аббатства? Какие королевские драгоценности увенчают крышку гроба? И в каком месте на воротах Букингемского дворца повесят сообщение о кончине главы престола? Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Какое море переплыл французский подросток? В какую передрягу попала Бейонса на своем концерте? И сколько стоит книга о Гарри Поттере с грамматическими ошибками? Об этом и не только в нашем обзоре. На Филиппинах застрелили мэра города Танаван. Убийство зафиксировали очевидцы. На кадрах видно, как Антония Халили стоит вместе с другими госслужащими во время церемонии поднятия флага. Потом камера снимает другую группу людей и в этот момент слышно выстрелы, крики. Предполагают, что стрелял снайпер. Мэр умер в больнице через час после инцидента. По словам коллег, Халили получал угрозы из-за своей борьбы с наркоторговцами. 48 человек погибли в результате автобусной аварии на севере Индии. Водитель не справился с управлением, машина упала в ущелье. От удара у нее снесло крышу. 11 уцелевших с разными травмами отправили в больницу на вертолете. В автобусе находилось вдвое больше пассажиров, чем предусмотрено. Скорее всего, это и стало причиной аварии. На юге Таиланда в пещере нашли невредимыми исчезнувших футболистов. 12 спортсменов-подростков и их тренер зашли в подземелье 9 дней назад. Спасатели предполагали, что пещеру затопило в сезон дождей. И большая вода заблокировала футболистов внутри. К поискам подключили дайверов. Они и помогли обнаружить другой незатопленный вход в подземелье. Один человек погиб, еще 11 травмированы в результате взрыва на катере возле Багамских островов. По данным CNN, на борту было 10 туристов и двое местных жителей, когда двигатель взорвался и пламя охватило лодку. Среди пострадавших четверо граждан США. Их уже доставили в больницу во Флориде. Остальных, включая капитана судна, отвезли в госпиталь на Багамах. Причины инцидента выясняет местная полиция. В Стамбуле полиция разогнала гей-парад. Четвертый год подряд местные власти отказывают представителям ЛГБТ-сообщества в проведении марша. Как и прежде, правоохранители применили против активистов слезоточивый газ и резиновые пули. Задержаны 11 человек. Запрет на проведение подобных маршей власти объясняют соображениями безопасности. Новый мировой рекорд от 12-летнего француза. Юный мореплаватель Том Горан пересек Северное море в одноместной лодке за рекордные 14 часов и 20 минут. Своё путешествие спортсмен начал с острова Уайт возле побережья Великобритании, а завершил в городе Шербур-Октывиль на северо-западе Франции. Чтобы контролировать безопасность сына, отец плыл позади него на большой лодке. Поприветствовать спортсмена на берегу Франции собрались десятки людей. С собой прихватили детское шампанское. Бейонсе пришлось спасать с помощью лестницы на концерте в Варшаве. Поп-исполнительница оказалась заблокированной на подвесной сцене. Певица была в ботфортах на шпильке и облегающем воде, поэтому спускаться по лестнице для неё оказалось непростым испытанием. В конце концов, операция по спасению завершилась благополучно. Первое издание книги Гарри Поттер и «Философский камень» продали на аукционе в США за 74 тысячи долларов. Этот экземпляр входил в первый тираж и содержал немало орфографических ошибок. Именно поэтому тираж сняли с продажи. Неправильный вариант книги удалось заполучить одной 11-летней школьнице. Она и хранила редкость на протяжении двух десятков лет. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности её я в прямом эфире. Увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.